Здравствуйте, дорогие! Христиане! Хотел бы сегодня это слово выделить с большой буквы. Именно христиане, так как мое обращение будет к христианам. И обращение мое связано с тем, что мне очень часто в интернете люди задают вопросы, говоря, а к какому вероисповеданию вы относитесь? И когда я им пишу, обычно это происходит в личном сообщении, когда я пишу, что я христианин, то они задают встречный вопрос, да мы понимаем, но какой вы деноминации принадлежите? На что я им отвечаю, я никакой деноминации не принадлежу. На что они мне задают встречный вопрос, ну как так? Ведь нужно принадлежать церкви. Если вы не принадлежите церкви, то как вы можете вообще спастись? Ведь вы вне тела Иисуса Христа и так далее и тому подобное. На что я всегда отвечаю следующее. Вы могли бы мне сказать, кем по своему исповеданию был Иисус Христос? Был ли он баптистом, был ли он адвентистом, а может Иисус был католиком или православным, лютеранином, методистом, баптистом, харизматом? Или может быть Иисус был свидетелем Иеговы? А что если он был мормоном? Ну нет, конечно, Иисус не был принадлежащим ни той или ни иной деноминации. А все потому, что он просто не был и деноминаций. И когда я спрашиваю, кем же был Иисус? Они говорят, ну как кем? Иисус сын Божий. И я люблю всегда отвечать следующее. Так и написано в одном из апостольских посланий. Поверив в Иисуса Христа, все мы сыновья Божьи. Во Христа крестившиеся, во Христа и облеклись. Кстати, если ты еще не был крещен согласно книге Деяний во имя Иисуса Христа для прощения грехов, Деяния 2.38, то я советую тебе принять водное крещение, чтобы начать христианский путь. Что ж, я не принадлежу никакой конфессии по одной простой причине, потому что Иисус не принадлежал ни одной конфессии. И когда мне говорят, что нужно принадлежать конфессии, я говорю, какой? Вас сотни, если не больше. Кому я должен принадлежать? Баптистам, адвентистам, пенсиатникам, харизматам? Кому? Свидетелям Иеговы, православным, католикам? Кому? Поэтому я никому не хочу принадлежать, потому что я принадлежу Иисусу Христу через новое рождение, и наполнение Святым Духом. Вы скажете, но ты же не принадлежишь церкви. Ой, 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 ой. А как принадлежать церкви? Дело в том, что каждая динаминация учит, чтобы принадлежать церкви, нужно ходить в церковь. Под этим словом они подразумевают протестантскую динаминацию. Ну, я не считаю себя протестантом. И чтобы быть в теле Иисуса Христа, не обязательно ходить в какую-то протестантскую динаминацию. Чтобы принадлежать телу Иисуса Христа, нужно покаяться, креститься во имя Иисуса Христа, наполниться Духом Святым. И согласно посланию Коринфянам, по словам апостола Павла, там говорится, что одним Духом мы были крещены в одно тело. Заметьте, у Иисуса одно тело, а не куча динаминаций с разными вероучениями. И я, как верующий человек, нахожусь в теле Иисуса Христа через рождение свыше наполнения Святым Духом. И именно когда вы пребываете в теле Иисуса Христа, вы можете не просто называться, но быть настоящими сыновьями Божьими, настоящими христианами. Так кто же такой христианин? Христианин – это человек, который уверовал в Господа Иисуса Христа по своей вере и кому прощены все его грехи. Христианин – это тот, кто оставил свои грехи, тот, кто умер для греха, чтобы больше не жить во грехе, но жить во Христе. Не по названию быть христианином, не с традиционной точки зрения и не с традиционного взгляда, но быть христианином по жизни своей через новое рождение и наполнение Святым Духом. Однажды апостол Павел сказал следующие слова. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Да? «Хочу, — говорит, — делать доброго?» «Не делаю», «А злое, которое ненавижу?» «Делаю». Некоторые думают, вот апостол Павел страдал от греха и совершал грехи, грешил и так далее. Нет. Павел не говорит об этом, что он грешил и не хотел делать зло, но всегда делал зло и так далее. Нет. Просто Павел описывает свою естественную земную плотскую природу, которая всегда толкает человека на грех. Но благодарение Богу, он описывает ниже, он говорит, что Бог нам дал победу в Иисусе Христе. И он говорит о том, что закон Духа Жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. Так вот, настоящий христианин, это человек, свободный от закона греха и смерти, и победа к освобождению от греха лежит не иначе, как через твое личное сораспятие с Иисусом Христом, через Голговский крест, когда ты всем своим сердцем обращаешь свой взор на Голговский крест, на жертву, которая на этом кресте, на Иисуса, тогда ты приходишь в состояние покаяния, нового рождения, тогда приходит Святой Дух в твою жизнь, изменяет тебя и делает тебя христианином, который перешел из смерти в жизнь. Аминь. Итак, христианин, это тот, кто уверовал в Иисуса Христа и чья жизнь была изменена. Христианин, которым ты являешься, это не просто какое-то светское определение, это не принадлежность какой-то деноминации, это не просто традиция. Спроси сегодня у любого прохожего, вы христианин? Он скажет, да, я христианин, но он даже о христианстве понятия не имеет, он называет себя христианином, но он не знает, что такое христианство, он называет себя христианином, но он ни разу Библию в глаза не видел, а если и видел ее в глаза, то не удосужился ее прочитать. Поэтому настоящим христианином может называться только тот, в ком живет Иисус Христос, а жить он может в тебе только исключительно через твое покаяние и принятие его своим личным спасителем. Итак, слово христианин появилось в Библии и использовалось оно для обозначения верующих, которые следовали за Мессией, которые верили, что Иисус Христос не Сын Божий, который исполнил все пророчества, сказанные о нем в Ветхом Завете. В книге Деяния, 11 главе, говорится, также в послании Петра мы видим, что впервые последователи Иисуса, Мессии, были названы христианами в Антиохии, об этом говорится в книге Деяния, потому что своим поведением, своими словами, своим действием эти люди отражали жизнь Иисуса Христа, ведь настоящий христианин это отражатель Божьей славы, это то, к чему все мы должны стремиться, а не просто тешить себя тем, что мы христиане, мы называемся верующими, нет, друзья, мы должны ревновать о Духе Святом, чтобы свет Евангелия отражался в нашей жизни, чтобы с достоинством носить это звание, высшее звание во Христе Иисусе, быть христианином, аминь, не называться, но быть христианином, это почетнейшее звание, христианин это тот, кто несет крест Иисуса Христа, страдания и поношения за веру, за Христа, за Голгофский крест, христианин это тот, кто с достоинством проходит испытания трудностей и побеждает в искушениях с именем Иисуса Христа на своих устах и в своем сердце, аминь. Итак, сначала мы видим, что в основном это слово христианин использовалось язычниками в Антиохии как насмешливое прозвище, ну то есть смеялись, а последователи Христа, христиане, ну как сегодня верующих в основном обзывают сектантами, но вы знаете, носить на себе название христианин, я считаю это честью, мы не просто христиане, мы ученики Иисуса Христа, аминь, это евангельское звание ученик Иисуса Христа, ведь он сказал, чтобы мы делались учениками его, ведь он сказал, где учитель, так и ученик будет и достойно для ученика, чтобы он был как его учитель, поэтому настоящий верующий человек во Христа христианин, он стремится быть как его учитель, то есть Христос, и нет у нас другого учителя, на которого мы должны равняться, иногда мне пишут верующие люди в интернете и говорят, брат Евгений, на тебя многие люди смотрят, на тебя кто-то равняется, поэтому иногда ты что-то шутишь в видео, ты говоришь какие-то шутки, и были у тебя несколько раз вообще юмористические видео, так нельзя, на тебя люди смотрят, я говорю, дорогие друзья, я не хочу, чтобы люди на меня смотрели, поэтому иногда я веду себя естественно с той целью, чтобы люди не смотрели на меня и не видели во мне более того, чем я являюсь на самом деле, потому что все мы должны смотреть на Христа, а не на человека, потому что плод не пользует немало, но именно слова, которые мы говорим, они являют дух и жизнь и славу Божью, конечно же, верующие должны быть примером жизни и в поведении, но это не означает, что если мы уверовали в Бога, то мы стали зомби, роботами, вообще какими-то, я не знаю, зашторившими занавески, не видящие белого света, не шутящие, не отдыхающие, а только сидящие, уставившиеся в точку, знаете, я часто видел таких верующих, они приходят в собрание, сядут, уставятся в одну точку, у них глаза никуда не смотрят, и вот такой пустой, прозрачный взгляд, но настоящий христианин он не такой, он отражает славу Божью, даже Моисей, который жил еще до Рождества Христова, когда он пообщался с Богом на горе и вернулся к израильскому народу, то мы видим, что лицо Моисея сияло славой Божьей, даже апостол Павел сказал, что мы служители Духа, мы служители Нового Завета, мы служители для славы Божьей, которая является в нас сегодня через наполнение Духом Святым. Итак, раньше слово христианин считалось насмешкой, но сегодня носить почетное звание христианина, то есть последователя Иисуса, это почетная честь. Я верю, что к этому мы должны стремиться, чтобы отражать личность Иисуса Христа. Аминь. Конечно же, это слово всегда оно применялось людьми, которые ранее обзывали людей таким, так скажем, насмешливым названием, но на самом деле последователь Иисуса Христа это человек, несущий славу Божью в жизнь других людей. Иисус сказал, идите, я вас сделаю ловцами человеков, ловцами людей. Сегодня мы призваны для того, чтобы ловить людей, для Божьего Царства. Многие неверующие в Иисуса Христа сегодня люди считают себя христианами только лишь на том основании, что они посещают какую-то церковь, протестантскую или традиционную православную или католическую церковь. Или они считают себя христианами, потому что живут в христианской нации. Но принадлежность, так скажем, в той нации, которой исповедуют христианство, еще не делает тебя христианином. Если ты родился в католической семье, это не делает тебя христианином по умолчанию. Если ты родился в протестантской семье, это тебя не делает христианином по умолчанию. Может быть, это тебя делает баптистом или адвентистом в третьем и четвертом поколении, но это не делает тебя христианином до тех пор, пока ты не родился свыше и не исповедовал свои грехи и не уверовал в Иисуса и не дал ему войти в свое сердце. Это факт, дорогие мои друзья. Кто-то однажды сказал из проповедников, у Бога нет внуков. Да, 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 у Бога нет внуков. Если твой папа пастырь, мама у тебя жена папы твоего пастыря. Если ты дитё верующих родителей, ты не становишься по умолчанию Божьим внуком. У Бога сыны и дочери через рождение свыше и наполнение Святым Духом. Аминь. Если вы посещаете церковь, это вас не делает верующими. Если вы раз в неделю носите туда десятины, посещаете собрания, поёте, хлопаете в ладоши, это вас не делает христианином, если посреди недели вы живёте, как обычный грешник, только лишь по названию верующий. Но верующим тебя делает и принадлежащим телу Христовым исключительно твоё личное соединение с Иисусом. Как написано в одном из апостольских посланий, соединяющийся с Господом, и есть один Дух с Господом. Аминь. Так что посещение церкви не делает тебя верующим. Или посещение, к примеру, я не знаю, спортзала не делает тебя профессиональным спортсменом, понимаете? Посещение ещё какого-то заведения, посещение завода ещё не делает тебя директором завода. Вы понимаете? Но твоя принадлежность к телу Христову осуществляется через крещение Святым Духом. Аминь. Итак, Библия нас учит тому, чтобы стать христианином, чтобы получить Божью милость и милосердие, нужно сделать следующее, исповедовать свои грехи и получить своё спасение. Как говорится нам в послании Титу, 3 глава, что Бог нас спас не по нашим делам или по нашей праведности, которую мы могли бы сотворить, но Бог нас спас по своей милости, по своему милосердию. И омыл нас баней возрождения, и обновил нас обновлением, то есть Духом Святым. Баня же возрождения есть Слово Божье. Вспомните, однажды Иисус сказал своим ученикам следующие слова. Вы уже очищены через Слово, которое я вам проповедовал. Слово это баня возрождения, производящая в тебе новое рождение. Аминь. Слово очищает нас. Истинное евангельское слово, евангельская проповедь о кресте Христовом делает из тебя новое рождение заново рожденного человека с достоинством носящего имя. Христианин. Аминь. Христианин это тот, кто восстановленный по образу и по подобию Божьему. Христианин это тот, кто берет пример с Иисуса Христа и равняется на Иисуса Христа, а не на лидера протестантской динаминации, как сегодня мы видим в современном мире, в современном христианстве. К сожалению, это повально слева и справа, это кругом. Но если ты обратишь свой взгляд на Голгофу, если ты обратишь свой взгляд на Голгофский крест, на жертву Христа, если ты соединишься с Ним и будешь веровать в Него, то сказано, верующий в Него увидит славу Божью. Чтобы видеть Бога, нужно уверовать в Него. Нужно очистить свое сердце через исповедание своего греха. Помните, что сказал Иисус, блажены чистые сердца, потому что они Бога узрят. Вы узрите Бога в своей жизни, если ваше сердце будет очищено, а очищается через Слово. Поэтому слушайте Слово, которое будет очищать ваши сердца от заквасок, от всевозможных лжеучений, от грехов. Если ты хочешь освободиться от греха, то Слово тебе в помощь, потому что Слово освобождает. Оно действует, как хирургический скальпель. Оно обрезает, оно проникает до разделения суставов и мозгов. Оно судит сердечные намерения. Оно лечит, оно врачует, оно восстанавливает. Оно есть хлеб и пища для твоего сердца, для твоего ума. Оно есть целительный бальзам для твоего тела. Оно несет выздоровление в духе, в душе и в теле. Именно Слово несет преображающую силу в твою жизнь. Аминь. Хвала Господу Иисусу. Так же говорится нам в послании Ефесяна во 2 главе. Под благодатью вы спасены через вашу веру. Не через принадлежность к деноминации, но через веру в Иисуса Христа. То есть через личные взаимоотношения. Благодатью спасены через веру. И это не от вас. Это не от вашего пастыря. Это не от вашей мамы или бабушки. Это не от вас. Это дар Божий, дорогая церковь. Аминь. Настоящие христиане, те кто покаялись в своих грехах, поверили в единственного спасителя Иисуса Христа. Как говорится, есть один Бог. Одна вера. Одна вера. И одно крещение. Аллилуйя. Один Бог. Одна вера. Одно крещение. Одно тело Иисуса Христа. А не тысячи конфессий и динаминаций. Одна вера. И это вера Божья. Это вера Сына Божьего. Находящаяся внутри тебя самого. Поэтому настоящий христианин. Он имеет в себе веру Божью. Потому что в нем живет Бог. Ты и Христос одно. Но, как написано, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Христианин это тот, кто уверовал в единого, единственного Иисуса Христа. И твоя вера, это не какое-то следование религии. Не традиционному христианству следование с иконами, свечками. Или с протестантскими, так называемыми, десятинами. Или с протестантскими поклонениями пастырю и своей динаминации. Где верующие, как белка в колесе, крутятся на одном и том же месте. Вместо того, чтобы маршировать за Иисусом Христом и быть водимыми Святым Духом. Прилагая людей к Царству Божьему. Проповедуя Евангелие в силе Иисуса Христа. Так что вера настоящего верующего, это не следование религии традиционной. Или какому-то моральному кодексу. Своду церковных правил и постановок людей. Или списки, соблюдение каких-то церковных понятий. Или состоящее из запретов. Это можно, то нельзя. Нет, дорогие мои друзья. Когда настоящий Святой Дух придет в вашу жизнь, у вас не будет это можно, то нельзя. У вас будет сила не грешить. У вас будет сила жить с победоносной жизнью в Иисусе Христе. Настоящий верующий, это освобожденный от греха. Ведь это и есть сила проповеди Евангелия. Когда ты свободен от действующего в тебе закона греха и смерти. Вот для чего пришел Иисус. Освободить свой народ от грехов их. Именно от грехов освободить настоящий верующий. Это победитель. Написано, Иисус победил этот мир. Написано, что вы побеждаете этот мир верою, своею, дорогие друзья. Вот чем являются признаки настоящего христианина. Это не только вера Божья в его сердце, но это и любовь Божья в его сердце, как написано, любовь Божья. И злилась в наши сердца Духом Святым. Поэтому, чтобы быть полноценным христианином, нам нужна вера Божья, нам нужна любовь Божья, нам нужна сила Божья. Настоящий верующий, это в том, вера и любовь Христова помещена, а не просто прихожанин церкви. А не просто церквоход воскресный, который слышит о Библии только из-за кафедры, что ему расскажет пастор, а сам не вникающий в себя и в Писание. Настоящий верующий, это тот, кто слышит голос Божий. Потому что Иисус сказал, овцы мои, слышат мой голос. Вы скажете, как слышать голос? Заполни свое сердце словом. И голос будешь слышать своим сердцем. Своим сердцем будешь понимать этот голос Иисуса Христа. Мои овцы слышат мой голос, говорит Иисус. То есть христиане. За чужими голосами они не пойдут. Они не поведутся ни за какими новомодными движениями. Они будут исполнять волю Божью, говорящую им. Идите и научите народы. Идите и крестите народы. Идите и благовествуйте Евангелие. Даром получили, даром давайте. Всякого уверовавшего будут сопровождать знамения. Его именем будете изгонять бесов. Будете говорить новыми языками. Возложите руки на больных. И они будут здоровыми. Вот что есть христианство. Аллилуйя. Ну вот к чему призван настоящий христианин. Благовествовать Евангелие Божьей силы. Божьего Царства. Аминь, дорогие друзья. Настоящий христианин. Хочу сделать на этом заострение в заключении. Его признаки это вера Божья. Любовь Божья. И послушание Божье в его сердце. По отношению к Божьей воле. Аминь. Если ты еще не принял Господа Иисуса Христа по-настоящему. Если ты до сих пор основанием своей веры полагаешь свою динаминацию, в которую ты ходишь каждое воскресенье или каждую субботу, поешь песни про субботу. Аминь. Поешь песни про субботу. Или по воскресеньям ходишь, прыгаешь и пляшешь, как на раскаленной сковородке, но среди недели ходишь разбитый, опущенный и подавленный. Если ты еще не уверовал до конца в эту голгофскую жертву, то сегодня, даже прямо сейчас, настало время обратиться к Богу. Взыскать Бога. Взыскать Иисуса по-настоящему своим сердцем. Обратиться к Нему. Выбросить из головы всякий вздор и мусор. Отчиститься, чтобы наполниться настоящим Евангелием Божьим. Прими Иисуса Христа своим спасителем сегодня. Аминь. Веруй в Господа, и ты увидишь Божью славу. Да благословить тебя, мой дорогой друг. Склоним свои головы на одну минуту и помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса. Я хочу быть настоящим христианином. Я хочу отражать твою волю и твою славу. Я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь и изменил ее, Господь. Я хочу, чтобы мое сердце преобразилось, чтобы ты вытащил из меня мое старое каменное сердце. Я отдаю это старое сердце тебе, чтобы ты изменил, наполнил его и преобразил его твоим словом. Я хочу отражать Евангелие Царствия, чтобы ты использовал меня, чтобы везде, где бы я ни был, твой свет Христов отображался через мою жизнь. Аллилуйя. Иисус, войди в мое сердце. Наполняй его и изменяй мою жизнь. Аминь. О, хвала тебе, мой Царь. Раскрывай свое сердце, друг, прямо сейчас. Если слова эти коснулись твоего сердца, прямо сейчас. Есть шанс, есть надежда, есть время, есть место. Раскрой сердце для Иисуса. Раскрой. И ты увидишь славу Божью. Она прямо сейчас начнет касаться твоего сердца. Изменяй тебя. Преображай тебя. Наполняй тебя. Принося тебе победу. О, слава тебе, мой Царь. Будь благословен, мой друг, во имя Иисуса. Наполняйся Духом Святым и прославляй Бога. Поднимите руки ослабшие. Вознесите хвалу Господу, унылые. Просто скажи, я силен. Я все могу в Иисусе, который укрепляет меня. Слабый скажет, я силен. Бедный скажет, я богат. Если ты сегодня бедный в духе, нищедухом блаженны, нищедухом, вы можете сегодня наполниться. Ваши чаши могут быть переполнены сегодня славой Божьей. Во имя Иисуса Христа. О, мой друг, насколько я чувствую пульсацию веры в моем сердце прямо сейчас. О, я надеюсь, слово достигнет сегодня сердца твоего. Во имя Иисуса будь благословен. Аминь. Аллилуйя.